Добранин 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 Мы поедем в Шотландию В Скандинавию Мы возвращаемся в Скандинавию Мы были в Скандинавии недели три тому назад А потом приехали в Канаду практически прямо из Парижа Мы отыграли два концерта в Лондоне И мы приехали из Парижа в Лондон Должно быть, вы хорошо проводили время в Париже О, да, мне нравится Париж Мы были там пару раз Можете назвать свои любимые группы? Наверное, с некоторыми вы знакомы лично И восхищаетесь какими-то из их музыкальных работ, Брайан Ну, похоже, что всем нам нравятся практически одни и те же американские артисты Не знаю, может быть, ты имеешь в виду каких-то американских артистов Или какие-то английские группы Не знаю, нам нравятся Джеймс Браун, Соломен Берг, Руфус Пикет и так далее Не так ли, ребята? О, да Все единодушны А вот на эстрадное представление лейбла Там Ламо Таун как-то не реагируют Когда женская триуза, Супримус, Марвин Гай и так далее Приезжают с концертами в Канаду Ноль реакции Марвин и Гай не оценили И, к сожалению, не было никакой реакции Это ужасно Британская музыкальная пресса и звукозаписывающие компании Всячески рекламируют концерты Там Ламо Таун Мол, все хотят их видеть, но на самом деле нет За Супримус выпустили пару очень популярных пластинок Ну, почти на этом все А у того же Марвина Гай не было ни одного хита, к сожалению В Англии для такой музыки сцены нет Они хорошо выступили, особенно в Лондоне, что на самом деле было неизбежно Потому что у них было довольно хорошее шоу Но за пределами Лондона их никто не знал Мне сказали, что в Бристоле, большом городе, мне сказали, что они продали билетов всего на сумму около 8 фунтов стерлингов Билетов на 8 фунтов? Билеты на концерты разошлись на сумму чуть больше 20 долларов, и в это все Поэтому билеты на остальные места раздали бесплатно, и вместе с тем залы были наполнены только наполовину Почему так происходит? Потому что в Канаду приезжало множество английских групп, царящая бескусица За пределами Лондона они никому не интересны Фанаты представления Там Лама Таун в Лондоне расхваливают, как это круто Но за пределами Лондона это никому не надо Это представление рекламировалось как концерт группы и исполнители лейбла Там Лама Таун А вот если бы все это рекламировалось как шоу The Supremus И английского джазмена Джорджа Фейма Который случайно попал в эту программу, и который выпустил хитовую пластинку Все было бы намного лучше Но билеты раскупили бы за пределами Лондона, совсем другое дело Может быть англичане решили, что Там Лама Таун так зовут артиста? Чарли, чем ты занимался до прихода в Роллинг Стоунс? Я был дизайнером И в какой же области дизайнером моды или рекламным дизайнером? Рекламным дизайнером? Ты бы хотел в итоге вернуться в эту область? Ты до сих пор активно интересуешься всем этим? Нет Нет? Пускай Мик ответит на этот вопрос Что? Давайте дадим слово Мику Хорошо, Мик, сможешь ответить на этот вопрос? Что там про Чарли? Да По-видимому, одно время он работал в рекламном бизнесе Он только что вам сказал, что, скорее всего, он не хочет к этому возвращаться Мик, ты получал классическое образование, не так ли? Насколько мне известно, в свое время ты учился на курсах в школе экономики Да, к сожалению Почему же к сожалению? Мик, неужели учеба в институте, это плохо? Не, я радовался такому обучению, потому что теперь я знаю, возможно, подвохи И в какой-то степени это был опыт полезный Но, по моему мнению, подростки поступают в университеты и колледжи слишком молодыми При этом они считают себя этакими всезнайками из-за перехода из школы прямо в университет Они думают, что они знают все, потому что они реально никогда не работали Они продолжают учиться в школе, они вообще ничего не знают о мире И знают этот мир исключительно по книгам Я думаю, что это плохо А Роллинг Стоунс узнали многое о жизни, гастролируя и работая в шоу-бизнесе, не так ли? Да, конечно, мы были вынуждены это сделать Мы прокатились с концертами практически по всему миру И видели те вещи, о которых, как говорит Мик, мы читали в книгах Короче, я не стал вдаваться подробностей Скажу лишь, что мы многое узнали о жизни и о самих себе Вы очень тесно взаимодействуете, как в работе, так и по жизни А какие-то конфликты бывают? Что, никаких конфликтов не бывает? С какими проблемами вы сталкиваетесь на гастролях? Приходится ли вам иногда просто прерываться и выходить из гостиничного номера? Нам нет где стирать наши рубашки О, это проблема? У вас целая куча белья, и вы? На стрижку ходят почти целый день А на следующий день нужно быть тысячами или отсюда Вот в чем проблема И кто стирает ваше белье? Одна женщина на первом этаже Я лишь хотел сказать, что, может быть, кто-то следит за этим в течение недели Мы все заинтересованы в этом в равной степени Когда вы возвращаетесь в Англию? Недели через четыре В конце мая Вы с нетерпением ждете этого возвращения? У вас впереди в Англии еще больше записей и концертов? Мы записываемся в Америке Нам надо немного отдохнуть Что, Билл, надо немного отдохнуть? Хорошо, ну ладно, сейчас мы дадим вам отдохнуть Что, вы боитесь возвращаться домой? Окей, хорошего дня в Северной Америке Спасибо за общение с нами Попрощайтесь со всеми, окей, Роллинг Стоун Такие дела Я Чарли Уоттс, барабанщик Я Брайан Джонс, гитариста, еще играю на губной гармошке Кит Ричардс, гитара Мик Джаггер, я песни пою Билл Уайман, я играю на басу Мы попросили нескольких подростков устроиться на этих самых стульях до вашего появления здесь Потому что вы немного опоздали И мы попросили их подготовить вопросы для Роллинг Стоун Так, если бы они сами говорили на английском И они придумали паночку вопросов, какие-то вежливые, а какие-то и нет Могу ли я задать вам эти вопросы? Да Хорошо Первый вопрос такой Какие группы, помимо вашей собственной, вам нравятся больше всего? Какая-то английская группа? Не обязательно любая группа в мире Трудно сказать, так как английские группы отличаются от всех остальных Потому что они как играют, так и поют, как и многие американские группы Да, я думаю о группах, не похожих на вашего Потому что таких просто не существует, но... Конечно, нам нравятся такие группы, как The Drifters Нам нравятся в основном американские артисты, в основном американские цветные исполнители Но если говорить об английских группах, их не очень много Естественно, те же Битлз Что-то уже успели посмотреть Дании? Да, много всего ночные клубы Но в Лондоне нам лучше, когда мы не работаем, мы ходим в одни и те же лондонские ночные клубы И часто встречаемся... Ой, какой яркий свет В ассоциации молодых христиан, вот куда я захаживаю Великолепно Это общепринятая форма признательности, вместо того, чтобы хлопать, публика кричит И они кричат повсюду Слушайте эти вопли Да Мы просто думаем, что мы им нравимся, вот и все А эти вопли вам не мешают? Потому что вы играете ритм и блюз, своего рода джаз Эти вопли не мешают вам играть свои песни? Нет, нет Я думаю, что самое важное для нас, когда мы выходим на сцену, это иметь возможность общаться с нашей аудиторией А это общение мы можем наладить только за счет создания захватывающей атмосферы Поэтому, если подростки кричат, нам нравится Мы реагируем на их отклик О, я понимаю А чем громче они кричат, тем громче кричите вы сами Все верно Одна из фанатов раздумывает, стоит ли ей покупать ваши пластинки Как долго вы будете дальше выпускать хиты? Я не знаю Пускай она и дальше покупает наши пластинки, это поможет нам продержаться на вершине Чтобы любить нас, пластинки покупать вовсе не обязательно Мы уже два года выпускаем в Англии хиты, первые двадцатки хит-парада Вы меняете свой стиль? Конечно, за два года мы изменились кардинально Стали на два года старше по сравнению с тем, когда начинали Понятно, что в определенной степени мы сделали шаг вперед Вы не боитесь, что смена стиля приведет к потере части ваших фанатов? Мы свой стиль менять не собираемся И не можем однажды решить, а давайте играть что-то другое Таких перемен от нас не ждите Я считаю, что мы не столько меняем наш стиль Сколько расширяем наши возможности Мы развиваемся во многих направлениях в музыкальном плане Я думаю, что это хорошо Честно говоря, один пацан задал серьезный вопрос Сколько времени вам потребовалось, чтобы научиться играть? Где вы этому научились? Я мог бы начать с вопроса, где вы этому научились? Как долго вы играли, прежде чем пришли, прежде чем вы стали The Rolling Stones? Не знаю, но это заняло у меня около двух лет Восемнадцать месяцев Честно говоря, я уже не помню Потому что я начинал постепенно, помалу Я начинал с банжо Так чисто баловался О чем я расскажу вам позже А теперь твоя очередь Но я не хочу рассказывать вам о своем музыкальном образовании Потому что все остальные смеются надо мной Поэтому передаю слово Киту О, не надо этого делать В свое время я учился играть на фортепиано и кларнете Я играл на кларнете Вот, спасибо Я потерял интерес к кларнету, потому что очень увлекся изучению музыкальной теории Я потерял интерес, потому что устал от рутины обучения Я слишком увлекся, и я начал играть на гитаре И это как бы дало мне новое ощущение в музыкальном плане И в конечном итоге я увлекся джазом и ритм и блюзом Постепенно начал играть в The Rolling Stones Заткнись Я смотрю, у тебя достаточно непростые отношения с твоими друзьями Передаю им слово Киту До рулингов я ни с кем больше не играл Я ни с кем больше не играл Я играл в The Rolling Stones Я начал осваивать гитару примерно 3-4 года тому назад И увлекся в The Rolling Stones Вот и все Я ни с кем никогда раньше не играл И был уверен Ты играешь по памяти, не владея нотной грамотой Я играю по зову сердца, детка Как подсказывает моя душа Следующий Я бездельник Ни на одном инструменте играть не умею Не хотелось бы, но я не умею Но ты должен продолжать учиться петь наедине где-то в ванной Нет, так учиться невозможно Это слишком шумное занятие К сожалению Передаю слово Биллу Пожалуйста, дайте ему возможность высказаться Я начинал играть на гитаре примерно 3,5 года тому назад В конечном итоге собрал группу И им понадобился басист Мне пришлось переключаться на бас Потому что никто на басу играть не хотел Ты знаешь, почему никто не хотел играть на басу? Ну так получается, что на сцене больше гитаристов и меньше басистов Вы слушаете музыку своего жанра или какую музыку вы слушаете? Да, музыка того же жанра, но скорее всего более широкого диапазона Я бы не сказал, что это что-то в другом стиле Скорее что-то близкое по стилю Вы слушаете тех или иных цветных американских исполнителей? Да Вы откладываете деньги на тот день, когда окажетесь на улице, так сказать, на черный день Да, мы откладываем деньги на случай дождливого дня О да, давайте останемся на улице, но с деньгами Лично я остаюсь в своем Кадиллаке В конечном итоге вы купите Кадиллак Я сижу в Кадиллаке на улице Но вместе с тем вы задумаетесь о своем будущем За нашими деньгами хорошо присматривают Или смотрят в сторону Я не назову себя транжирой Ну что ж, добро пожаловать в скандинавские страны Спасибо, спасибо Кстати, Чарли, уже приходилось бывать Дэнни ранее Ты у нас уже бывал? Да И когда же? Да, и меня в этом еще и обвиняют И как тебе датчане? Что тебе вообще запомнилось? Ты хочешь, чтобы я тебе об этом рассказал? Да Датчане показались мне очень милыми И почему же? Не знаю, я думаю, что они очень милые Я приезжал в Данию чисто как рабочий Датчане прекрасные люди Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!